Хочется отличной рекламы? Забирайте всё! Этой зимой мы режем цены пополам! С 1 января на Рика ТВ, Октуберадио и в газете Эбрика. Телефон от дела продаж 220-250-222-300. Казахстан поддерживает международные усилия по стабилизации ситуации в Афганистане и призывает заинтересованные стороны к скорейшему запуску мирных переговоров, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан. Как отмечается, об этом заявил во вторник министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, выступая на Ташкентской конференции высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс сотрудничества в сфере безопасности и региональное взаимодействие», организованной по инициативе руководства Узбекистана и Афганистана. 97 человек эвакуировали из острова Полковничий в Семее из-за подъема Иртыша, сообщила пресс-служба Комитета по чрезвычайной ситуации Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Людей разместили в двух местных гостиницах, 6 человек от эвакуации отказались. Отмечается, что утром уровень воды в реке Иртыш превысил норму. Сейчас спасатели возводят насыпи вдоль автомобильной дороги от Орлиного гнезда до Биологического центра. С населением ведутся разъяснительные беседы по действию на случай подтопления. Чтобы исключить случаи мародерства, выставлены посты УВД в городе Семей, добавили в КЧС. Раненый в перестрелке в Казаларде скончался, передает Костак. Пострадавший поступил в областной медицинский центр в тяжелом состоянии. Ему поставлен диагноз «огнестрельное проникающее ранение брюшной полости, повреждение внутренних органов, геморрелический шок четвертой степени». Раненому 18-летнему юноше была проведена сложнейшая операция, которая длилась несколько часов. Несмотря на это, пострадавший скончался, сообщили в обуздраве. Напомним, накануне в Казаларде в центре города произошла драка со стрельбой между группой молодых людей из 7-8 человек. Подозреваемого в покушении на убийство 15-летнего подростка задержали в Южно-Казахстанской области, сообщили в пресс-службе ДВД Южно-Казахстанской области. Полицейские установили, что в одном из аулов произошла драка между несовершеннолетними. В результате 15-летний мальчик нанес ножевые ранения двум 16-летним подросткам и скрылся. В тот же день стражами порядка в ходе проведения разысканных мероприятий задержали подозреваемого из соседнего аула, сообщили в полиции. В ДВД уточнили, что двоих подростков госпитализировали в районную больницу. А сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, а сразу после нее к городским новостям. Не переключайтесь. В Актубе принимаются меры по обеспечению пожарной безопасности в зданиях массового скопления людей. Об этом говорили сегодня на совещании в городском Акимате под председательством Акима города Актубе Ильяса Испанова. В совещании также приняли участие руководители школ, колледжей и вузов, руководители торговых домов, рынков, торгово-развлекательных центров, государственных учреждений и спасательных работ. Вопрос обеспечения пожарной безопасности в зданиях с массовым пребыванием людей на сегодняшний день один из актуальных. Примером безответственного отношения к пожарной безопасности служит трагедия, которая произошла 25 марта в одном из торговых развлекательных центров Кемерово. Сегодня о важности исправного противопожарного оборудования и соблюдении всех норм пожарной безопасности говорил Аким города Ильяс Испанов. Для людей, находясь в торговых домах, развлекательных местах и в многоэтажных домах, усиливается тем, что массовая эвакуация определенно занимает время. Конечно, это все для жителей дает какую-то опасность. В ходе совещания по данному вопросу выступил и начальник управления ПОЧС города Актубе Айбат Жанабергенов. Он прокомментировал случившееся в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». По его словам, массовую гибель людей можно было избежать, если бы была организована грамотная эвакуация. Вы все знаете, что произошло в городе Кемерово в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня». И уже сейчас, не говоря об источнике пожара, можно сделать вывод, что причиной травмирования и гибели людей была некачественная организованная эвакуация. И неподготовленность персонала к таким случаям. Что касается Актубе, то в нашем городе сегодня имеется 40 объектов торговли, отнесенные к высокой степени риска. Из них 4 торгово-развлекательных центра, 27 торговых центров, супермаркеты, гипермаркеты и 9 рынков. В 2017 году было проверено 26 объектов. Из них 10 объектов оказались без нарушений. На 16 объектах выявлено 82 нарушения правил пожарной безопасности. На 16 объектах было выявлено 82 нарушения правил пожарной безопасности. По результатам проверки 11 юридических лиц было привлечено к административной ответственности. На общую сумму 862 220 тенге. В 2018 году планируется проверить 22 торговых объекта. Также планируется проверить 49 школ на первое полугодие. Аким Города в свою очередь обратился к представителям торговых домов и развлекательных центров. По словам главного инженера Керуэн-Сити, было проведено 6 учебных эвакуаций. И за 6 минут все люди покинули здание. В Керуэн-Сити имеется 6 путей эвакуации. Все двери, в том числе в кинотеатрах, открыты. Ильяс Испанов поручил отработать выход пожарной сигнализации на пульт ДЧС всем торгово-развлекательным центрам города. Потому что, как оказалось, они есть не везде. Ирина Ребикова, Мирлана Манжолов, программа «Факт». После трагедии в Кемерове, актюбинцы стали присматриваться к эвакуационным выходам в зданиях с массовым скоплением народа. Сегодня наша съемочная группа посетила один из местных кинотеатров, чтобы лично убедиться, имеются ли в нем эвакуационные выходы и доступны ли они для посетителей. Актюбинцы скорбят вместе со всей страной по погибшим в страшном пожаре. Мой ужас. Пусть примут наши сердечные глубокие соболезнования. Это такое горе. Там говорят, что даже не помогли выйти оттуда. Можно же помочь людям выйти оттуда. Хотя бы мы же все равно люди. Нам все равно же понадобится... Вы соболезнуете? Да. О трагедии в России мы слышали. Это ужасная невосполнимая утрата. Мы соболезнули всему российскому народу. А теперь о пожарной безопасности в торговых центрах, кинотеатрах и развлекательных учреждениях. Это то, что сейчас волнует большинство жителей не только России, но и Казахстана, в том числе и Актюбе. И пока актюбинцы скорбят вместе со всей Россией в социальных сетях, люди рассылают друг другу сообщения о ценности человеческой жизни. А заодно родители говорят и о необходимости чаще проводить учебную эвакуацию с участием детей. Руководство кинотеатра «Локомотив» сегодня отчиталось о пожарной безопасности. Здание данного места отдыха, как известно, историческое и, что немаловажно, кинотеатр находится на первом этаже. В зале имеются четыре двери, две из них эвакуационные. Руководство кинотеатра уверяет посетителей, что в «Локомотиве» все в порядке с безопасностью. Есть штат специалистов, которые следят за тем, чтобы посетители были надежно защищены от пожаров. Кинотеатр «Локомотив» – это самый большой по вместимости кинотеатр, до 400 человек. Этот зал располагается на первом этаже. И, конечно, изначально было задумано так, что в нем должно быть несколько выходов, и зрители могут выйти и сразу на улицу, и в фойе. И никаких препятствий для того, чтобы очень быстро это осуществить нет. Кроме того, конечно, вся пожарная безопасность здесь продумана, и есть все средства пожаротушения. А вот и план эвакуации. Он висит на стене буквально в двух шагах от главного входа в «Локомотив». Зеленые стрелочки, как и положено, указывают и в АКО пути. А вот на самой входной двери имеются и пломбы. В случае ЧП потянув их, можно быстро ретироваться из кинотеатра. Также в кинотеатре есть и огнетушители. К тому же охранники кинотеатра «Локомотив» до автоматизма отработали действия при ЧП. А после трагедии в Кемерове, если кто-то из аксюбинцев захочет осмотреть эвакуационные выходы, никто им мешать не будет, заверило руководство кинотеатра. Еще аксюбинцы просят руководителей развлекательных центров, не только детских, но и в целом и торговых, и ресторанных комплексов, уделить особое внимание наличию и работоспособности систем сигнализации и пожаротушения на объектах. И, конечно же, позаботиться об эвакопутях. Ведь такие выходы в первую очередь должны обеспечивать быстрый вывод людей в безопасное место. Это основное требование закона о пожарной безопасности. Их, напомним, нельзя загораживать, что-то складировать на пути. Ну, сейчас вроде бы новое здание в основном все строится, вроде бы там все предусмотрено. Ну, конечно, в свое время я тоже сталкивался с этой техникой безопасности. Где глаза закрывали, где подписывали. Ну, тогда не было такого массового, как вот сейчас, там кафе, и сейчас там еще 20 человек отопил. Ну, а нынешним торговым центром, Аксюбинским, вы доверяете? Ну, думаю, что такие центры большие построены. Я же не думаю, что уже так должно быть, как там. Да, я могу выйти оттуда, потому что можно, которые люди, если знают, там работают. Там есть черный вход, в который можно выйти. Ну, я не доверяю, там что-то есть или что-то нет. Ну, если смотрят, там можно доверять. А скажите, а вы доверяете? Нет. Почему? Потому что были времена, которые у них, центральные двери были открыты, и оттуда можно было спокойно заходить и выходить в больших массах людей. Какой сейчас объект имеете в виду? Ну, я имею в виду мега-центр Кирюэн. А сейчас у них только одна дверь, которая выходит. Все выходят оттуда и заходят оттуда. И пожарные, и пожарные даже двери там закрыты. Надо наши тоже проверить. Мы с внуком часто бываем в Меге. Теперь, наверное, сейчас Кирюэн-Сити. Нам теперь побоимся сюда ходить, пока не проверят. Вы не уверены в своей безопасности? Не уверена, нет. Почему? Потому что тоже, как и у них, у нас все детские эти развлекательные моменты, центры на четвертом этаже. Семь кинозалов, потом Бабилон-Сити. И вообще, ну, это неправильно. Я всегда говорила, что детки должны быть внизу. Все пять сельских округов Актюбинского района совсем скоро войдут в состав города. А сам Актюбе будет поделен на два района. Об этом сегодня официально заявил секретарь городского маслихата Сулупан Шинтасова. Правда, с оговоркой, что все эти изменения должны быть утверждены на общественных слушаниях Республиканской аномастической комиссии. Будет городской Акимат как таковой был, он так и останется. Образуется два района, номер один и номер два, и будут районы Акиматы. В основном им будут переданы вопросы образования, будут переданы вопросы по благоустройству жилищно-коммунальной системы города. Потому что городской Акимат функционально как-то, да, в какой-то степени, очень большая нагрузка у него именно по жилищно-коммунальной сфере управления городом. И, соответственно, два Акимата будут, два районных Акимата будут. Пока официально две части, на которые будет поделен Актюбе, называются район 1 и район 2. Но уже известно, что, скорее всего, в дальнейшем они получат название Астана-Алматы. К Астанинскому району отойдут территории сельских округов Нового и Создинского, к Алматинскому, Куралинского, Каргалинского и Благодарного сельских округов. Разделение районов будет проходить по границе железнодорожного полотна, который проходит через Актюбе. Два районных Акимата будут подчиняться городскому. Их основной сферой деятельности станет образование и благоустройство жилищно-коммунального комплекса обновленного мегаполиса. Как отметила секретарь Актюбинского маслехата Сулупан Шинтасова, дополнительный штат госслужащих для новообразованных Акиматов собираться не будет. Места займут работники прежних администраций сельских округов. О развитии возделывания и переработке масленичных культур в Актюбинской области говорили сегодня в Палате предпринимателей Атамикен. За круглым столом собрали сельхозтоваропроизводители региона, ученые и бизнесмены. Выращивание нетрадиционной сельхозкультуры, вроде сафлора или льна, сегодня актуально. Тем более, что осень этого года в Актюбе откроется маслоэлектрационный завод. В Палате предпринимателя Атамикен проводится большое собрание между сельхозтоваропроизводителем области. В нем участвует и переработчик, новый наш переработчик, местный, который в этом году, дай бог, ведет в строй свой новый завод. И, соответственно, у нас будет сбыт своей продукции. Мы занимаемся выращиванием, возделыванием масличных культур, в том числе семеноводством именно сафлора. Это довольно-таки, так скажем, относительно новая культура для нашей области, хотя она неплохо возделывается вообще в целом в Казахстане. Это Южно-Казахстанская область, Джамбульская область и так далее. Крестьянские хозяйства могут быть уверены в гарантированном сбыте масличных культур, отметили сегодня представители Палаты предпринимательства. А ученые советуют аграриям культивировать масличные параллельно с пшеницей. К примеру, тот же сафлор имеет много достоинств. Это продуктивная и устойчивая к засухе культура. На этом на сегодня все. Всего доброго. До свидания.